Добрый день! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду! Сегодня понедельник, и сегодня не обычный понедельник, а понедельник, который в Канаде называется Blue Monday, или в переводе «Голубой понедельник». Почему голубой, я не знаю, но так его назвали. Наверное, какие-то были для этого причины, если честно, я не знаю этой истории, но в чем заключается, так сказать, необычность этого понедельника? Это не какое-то фиксированное число, это третий понедельник января, который считается самым ужасным, самым грустным и самым депрессивным днём за весь год. Причем вот количество людей, которые, как сказать, чтобы YouTube не разозлился, сводят счёты со своей жизнью в этот день, оно как бы всегда больше, чем во все остальные другие дни. Это такой самый опасный для жизни день для человека с не очень уравновешенной психикой. В чем это заключается? Давайте я вам расскажу. Ну, это касается Канады. Я, если честно, не знаю, есть ли такое в других странах. Возможно. Или это канадцы придумали. Не знаю. Ну, в общем, давайте я вам буду рассказывать, а вы напишите мне, есть это в ваших странах или нет. Третий понедельник января. Самый ужасный день, самый ужасный понедельник за весь год. Почему? Во-первых, это понедельник. Это уже плохо. Как вы знаете, понедельник день тяжелый, и понедельник это всегда такой день депрессивный, после праздников, после выходных, вся неделя рабочая впереди, все очень несчастные люди. Я по себе знаю, что для меня, например, в понедельник всегда встать утром, ну, это прямо, вы знаете, как будто бы через не могу, прям через не могу. Потом уже как-то полегче, но понедельник действительно тяжело. Больше того, я, например, со своей точки зрения, как человек, который очень любит фэшн, моду, одеваться, наряжаться, в понедельник я всегда, когда шла на работу, я надевала вообще все, что близко лежало, а бы что попало, потемнее, понезаметнее, посвободнее, пошире, каблуки пониже, чтобы мне было легко, удобно. Потому что понедельник такой день, когда у меня абсолютно не было ни желания, никакого вообще даже, ну, ничего абсолютно, наряжаться, обвешивать себя вот какими-то серьгами, там, украшениями и так далее. Ну, вот, понедельник такой день. А третий понедельник января, зима, холодно в Канаде, это обычно вот заснежено, заморожено, очень, знаете, такая неприятная погода, очень рано темнеет, в 4.30, в 5 часов уже у нас просто темень, глаз выкали. Это все тоже добавляет депрессии и очень-очень неприятно, ну, как бы, ну, зима вообще такое немножко депрессивное время, нету солнца, нет солнца. Солнечного света, никто никуда не ходит, все сидят по домам, особенно в наши последние два года. Но, в принципе, это было придумано еще до того, так что, вот. И, конечно, это все не добавляет настроения у людей, у которых и так не очень все хорошо в жизни, вот это все вместе, вот этот холод, темно, нету солнца, ветер на улице забывает. Это все, как бы, добавляет еще очень-очень неприятных моментов. Кончились праздники, в середине января это уже все, абсолютно закончились все праздники, все распрощались с Рождеством, с Новым Годом, все выбросили свои елки, все сняли свои лампочки. Вот, знаете, до Нового Года, до Рождества у нас в Канаде, вот, проезжаешь по улице и прямо вот сердце радуется, даже несмотря на то, что холодно, на то, что темно. Но вот дома украшены, все в лампочках, все в каких-то веночках новогодних. Все блестит и переливается в городах, в центральной площади стоят эти елки разноцветными огоньками, знаете, казалось бы, да, как ерунда, какие-то лампочки. Но, в принципе, вот, на самом деле, вот мне, например, да, это действительно очень-очень добавляет настроения, добавляет какого-то, знаете, праздничности, даже вот холодно и темно. А вот, ну, все равно, вот, знаете, как-то вся эта вот эта антураж, вот эта атмосфера, ожидание чуда, ожидание подарков, оно все как бы вот, и вот подтверждением это являются вот эти лампочки, эти раскрашенные витрины, эти красивые рождественские какие-то, знаете, вот рекламы даже по телевизору, рождественские фильмы, такие, знаете, все добрые, наивные, такие приятные. И вот это все как бы создает настроение, но когда это все проходит и когда это все кончается, и угар вот этого вот праздника проходит к третьему понедельнику января, то вот наступает этот самый, так сказать, день, когда мы просыпаемся и мы понимаем, что праздники прошли, лампочки потухли, декорации из домов сняты, елки выброшены, а впереди у нас еще два-три месяца холодной, ужасной, неприятной зимы, со снегом, с заносами, с ветрами, с ледяными какими-то дождями, в общем, чего только у нас тут в Канаде не бывает зимы. И еще один момент, который характерен для Канады и не только, наверное, для Европы и для Америки тоже. Значит, поскольку у нас на праздники, на Рождество принято дарить очень много подарков, причем всем, детям, взрослым, соседям, сослуживцам, дальние родни, ближние родни, причем не один подарок, а много, чтобы было много коровок под елкой, чтобы всех одаривать просто, как будто бы это вообще какое-то невероятное торжество, дети на Рождество для своих родителей составляют список подарков, которые они хотят получить. То есть не один подарок, а список подарков, состоящий из, ну, трех, четырех, пятидесяти пунктов в зависимости от финансового положения их родителей и фантазии этих детей. То есть вы понимаете, что праздники – это очень большие траты, потому что люди бегают, люди покупают подарки, магазин забитый, все, в общем, все в этом угаре покупки подарков. Плюс кто-то устраивает Рождество, кто-то устраивает Новый год, это обычно стол, или люди идут в ресторан, там тоже тратятся, или устраивают дома стол, для этого закупается еда, или там кейтеринг заказывают, ну, в общем, это все тоже траты. И вот проходит вот этот вот весь этот угар, и к середине января люди начинают получать счета кредитных карточек, тех же самых там, тех же кейтерингов, магазинов, где они что-то покупали. И такое пробуждение, вот, и вот эта действительность, которую люди, наконец, начинают понимать, потому что они тратили, тратили, тратили весь декабрь, они тратили эти деньги. И вот где-то вот к середине января, когда вот у нас такая стима, что вот у меня, например, несколько кредитных карточек, и я их должна платить, где-то оплачивать вот от 11 до 16 числа каждого месяца, ну, вот в данном случае января. И это, как правило, где-то выпадает на 1 понедельник января, когда мне приходят все мои счета, я их открываю и начинаю, вижу их, и у меня делается темно в глазах. Вот то же самое примерно происходит с больше половины жителей страны Канады, которые к третьему понедельнику января открывают свои счета, своих кредитных карточек, свои банковские счета и понимают, что потрачено такое количество денег, что им еще их платить, платить и платить. И людей, так сказать, охватывает ужас невыплаченных долгов, ужас того, сколько денег они растратили, и как им сейчас со всем этим расплачиваться. И опять же, это как бы не добавляет хорошего настроения, а скорее наоборот, в общем, добавляет такого вот состояния депрессивного. Вот, и поэтому придумали такой термин, который называется Blue Monday, голубой понедельник, который является самым несчастным днем за весь год. Люди, наконец-то, так сказать, просыпаются после праздников и после веселья, и наступает вот это вот горькое похмелье после праздничных дней. И еще один момент, вернее, два момента, которые я забыла, сейчас я вот вспомню, сейчас я вам расскажу. Значит, люди, наконец, понимают, что они набрали неимоверное количество веса за праздники, потому что это тоже проблема здесь, которую все, все, все страдают этой проблемой. Потому что выходные, Рождество и Новый год, люди встречаются с семьями, люди встречаются с друзьями, ходят друг к другу в гости, ходят в ресторан, отмечают, празднуют. Естественно, много едят и пьют. И к концу, так сказать, праздников, а в принципе уже к началу января, каждый человек, встав на весы, понимает, что немножко он переборщил, и что-то надо с этим делать. Это тоже не добавляет хорошего настроения никому, особенно женщинам, но в принципе никому. Поэтому вот опять же, к середине января люди понимают, что они немножко переборщили, и настроение портится ужасно от того, что мы не влезаем ни в какую-то свою одежду, и что сейчас наступает расплата от всего этого обжиралого, и теперь надо каким-то образом решать эту проблему. И еще один момент очень важный, который к середине января очень многие понимают, в Канаде существует такое понятие, как New Year Resolution, то есть пожелание на Новый год. Не пожелание, вернее, а люди загадывают как будто бы желание, или дают сами себе обещание, что в Новом году они наконец-то исправят или займутся тем, чем они давно хотели. Ну, знаете, новая жизнь с Нового года, мы начнем там, в Новом году я брошу курить, я брошу пить, я похудею, я пойду в спортзал, я начну экономить деньги, я перестану тратить деньги, или там, я не знаю, я займусь вышиванием болгарским крестом, или начну вязать, или, ну, в общем, вы знаете, что как под Новый год люди очень часто загадывают сами себе желание, я выйду замуж, я брожу ребенка, ну, в общем, все, что угодно. И это всегда, знаете, так одухотворяет людей, и, в принципе, как бы есть какие-то надежды, какие-то иллюзии, какая-то надежда на чудо или вообще на то, что вот, вот, наконец, в этом году все сбудется, все, что я хочу, и люди в это верят на самом деле, так вот, как правило, к первому, вернее, к третьему понедельнику января, то есть к середине января люди понимают, что ничего не сбудется, потому что уже третья неделя идет Нового года, а они не бросили курить, они продолжают пить, они не пошли в спортзал, они продолжают жрать и даже не начали худеть, болгарский крест заброшен, вязание заброшено, спортом никто не занялся, и, в общем-то, вот наступает такое, опять же, понимание того, что все, что мы надеялись, все, о чем мы мечтали, все, что мы надеялись осуществить в этом году, оно опять снова не осуществится, и мы, опять же, по-прежнему будем находиться в том же состоянии, в котором мы находились в прошлом году, и понимание этого наступает вот где-то как раз к середине января, то есть к третьему понедельнику января, и вот, когда все это складывается вместе, понедельник, холодно, темно, лампочки потухли, елки выброшены, деньги неимоверные потрачены, вес набран, все наши желания и пожелания самим себе, что мы с собой сделаем в новом году, даже не начали осуществляться, наступает вот это вот, знаете, пробуждение тяжелого мрачного утра, и наступает это, как правило, в третий понедельник января, и как раз сегодня у нас третий понедельник января, 17 января, Blue Monday. Я вас с этим поздравляю, дорогие друзья! Я надеюсь, что у вас все не так плохо, что никакие ужасные мысли о том, что ваша жизнь не удалась, и все в жизни не сложилось, вас не посетили. Я надеюсь, что несмотря на плохую холодную погоду, где-то снег, где-то слякоть, где-то дождь, где-то очень холодно, где-то не очень, но тем не менее, январь это не самое лучшее время года. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение, я надеюсь, что вы не в долгах, как в шелках, вы не очень много набрали веса за эти праздники, и надеюсь, что вы осуществили свои мечты, и что вы, наконец-то, пошли в спортзал и начали вышивать болгарским крестом. И все не так плохо в жизни. На самом деле, это немножко такой, знаете, шутливый праздник. Это не праздник, но это такое, знаете, как вот очень много шуток на эту тему, что вот сегодня голубой понедельник, и поэтому лучше как бы сидеть дома, никуда не ходить, потому что это такой день, когда все плохо, и вообще все очень плохо, и лучше вообще не начинать никаких важных дел, и вообще ничего не предпринимать. И вообще лучше ни о чем не думать, а лучше остаться дома, поспать, посмотреть какое-то хорошее кино, приятный сериал или что-то такое, чтобы не терзали вас ужасные мысли. А уж со вторника мы начнем решать все те проблемы, которые мы себе насобирали и сделали за первые три недели, три недели нового года, и вот со вторника как раз все у нас пойдет хорошо, потому что проходит этот опасный, страшный день, самый опасный день в году для многих людей, для людей с не очень уравновешенной психикой, и начинается радостный вторник, которому не дали никакого названия, как ни странно, по идее после Блю Манды должны были, да, Голд Юзды или что-нибудь, или Хэппи Тьюзды или что-то такое, но нет, названия этому нету, и надеюсь, что с завтрашнего дня все пойдет прекрасно и замечательно, и даже сегодня я надеюсь, что у вас все замечательно. Вот такое у меня сегодня видео, такой рассказ про наши традиционные какие-то вот традиции у нас в нашей стране, а на сегодня я с вами прощаюсь, всем привет из Канады, люблю, целую, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами была ваша Дита из Канады, пока, пока, бай!